Ранее Валан Вейк. Меня преследуют законники. Шериф! Вейк убегает! Я его преследую! Этот чокнутый писак сейчас разобрался с моими помощниками? Событие триллера становится реальностью. У истории меняется жанр. Она превращается в роман ужасов. Мне сказали, что Элис похитили. Но это ложь. Нет у нас его жены! Мы не знаем, где она! Ее лживого похитителя поглотила темная сущность, а потом напала на меня. Девушки отдыхают... Уже некоторое время. Шок от гибели жены вызвал нервное расстройство. Ты... ты лжешь. У вас наблюдаются различные симптомы недифференцированной шизофрении. Облюдок. Все хорошо, Аллан. Убью тебя. А ты... В голове помутилось. От дряни, что закачал в меня Хартман, я словно оцепенел. Мне казалось, что все происходит с кем-то другим, а я вижу его на экране телевизора. Я не мог думать. Не мог сосредоточиться. Дверь заперта. Я оказался пленником. Страниц рукописи не было. Только чистые листы бумаги. Так, кто мне скажет, что происходит? Аллан, у нас шизофреник или... Это все доктор? Добрый вечер, Аллан. Добрый. Ну как, нам теперь получше. Мы успокоились. Да. Я вижу, что вы прихватили ручную гориллу, так что я спокоен, будьте уверены. Повторять не надо. Вот-вот, должный настрой. Отваги вам не занимать, Аллан. Я понимаю, вы сбиты с толку. Учтивый тон меня бы больше обеспокоил. На вас я не в обиде. Великодушно. Что ж, пройдемте со мной. Мы заново познакомим вас с моей клиникой и повторим все, что вы могли позабыть. Прогулка на свежем воздухе? О да, не повредит. Да, давай. Послушаем, кто-то нам больше брать. Большинство сейчас отсутствует. Джек взял их с собой на рыбалку. Кроме тех, кто излишне чувствителен. Разумеется. Я поощряю творчество как часть восстановительного процесса санатория озера Колдором. Люди искусства – это мой профиль. Не сомневаюсь. Превосходно, Аллан. Я искренне верю, что вместе мы справимся с вашим недугом. Да, конечно. Только открой дверь, и я сейчас отсюда сбегу сразу же. Итак, Аллан, по прошлому опыту общения с вами я знаю, что должен как можно скорее перейти к сути дела. А потому скажу сразу и напрямик – Элис мертва. Нет. Вы будете в крайне уязвимом состоянии, пока не осознаете и не примете это. Элис утонула. И вы не смогли с этим смириться. Вы страдаете от галлюцинаций, мании преследования, необычных мыслей, навязчивой идеи о тьме и свете. От ощущения, что все вращается вокруг вас, ваших мыслей и грез. Ваш мозг создал замысловатый фантастический сценарий, где ваши очерки влияют на реальность. Элис похитили, и сверхъестественные силы тьмы пытаются вас остановить. Да-да-да, этот фактор. Хорошо. Дурак, до побочения. Уходим. Однако под действием лекарства, которые он мне ввел, мне с трудом удавалось не верить ему. Все-все-все, уходим. Давай, док, удача. Я пошел жену искать. Эмм. Я так понял, что мы не сбежим, да? Док, если что, я пошутил, я просто посмотреть тут на озеро вышел. На озеро бени-богошишь. Ладно, давай мне дальше сказки рассказывай. Это все блажь, Аллан. Вы это придумали. Не считая трагического инцидента с вашей женой, никто не погиб. Ваши иллюзии это лишь проявление подсознания, которое пытается защитить вас от мучительной правды. Если не подавлять эту фантазию, она вернется. Знаю, вы инстинктивно стараетесь мне сопротивляться, но подумайте, разве в моих словах не больше смысла, чем в том безумном, сверхъестественном замере, прожженном вашим разумом. Вы же по природе скептик, Аллан. Мы оба это знаем. Все можно объяснить логически. И как она утонула? Ну, расскажи мне. Любоваться этим видом. Великолепно, правда? Под нами простиралось озеро Колдон. На другой стороне виднелся Миррор Пик. Я, пожалуй, даже мог найти место, где раньше находился остров Ныряльщика. Теперь там лишь плескалась вода. Похоже, надвигается буря. Странно. Не припомню, чтобы об этом говорилось в прогнозе погоды. Впрочем, неважно. Сюда, за мной. Ну и кто из нас псих? Веришь в прогноз погоды? Аллан, у меня для вас хорошая новость. Ваше состояние стабильно. Всякий раз, когда у вас наступает рецидив, вам все труднее выныривать на поверхность из темных глубин воображения, что и неудивительно, учитывая вашу профессию. Воображение — это ваш хлеб. После всех ваших кошмаров мои доводы должны принести вам облегчение. А если нет, то почему? Может, я лгу? Или же не хотите признать, что вы нездоровы? Считать меня врагом вполне естественно для вас. Это часть болезни. Я его не перебивал. В конце концов, именно я пытаюсь вытащить вас из мира, чтобы вы сами себя создали. у меня в голове. Но я не справляюсь в ладони, чтобы не расслабиться. Вы должны помогать мне. Только так мы сможем начать путь к вашему выздоровлению. Что ж, пойдемте внутрь. Да, давай. А это — вход в административное крыло. Только для персонала. Когда вы прибыли сюда, вас впечатляет... Я обожаю охоту. Бескрайние просторы. Человек против природы — это восхитительно. Слышь, Голум, заткнись. Я с доктора пытаюсь слушать. Еще раз повторите. Что тебе? Давай, давай, давай. Страшно, страшно, страшно. Ага, моя прелесть. Эммерсон. Да, именно так. Я тебя сцапал. Я самый настоящий жуткий кошмар, мистер. Бойся меня, бойся. И ночью со мной лучше не встречайся. Прошу, Эммерсон. Мистеру Вейку и так не по себе. Ага, прогнать меня хочешь? Хочешь не пугаться? Только не тебе решать, какой сон ты увидишь и когда. Эммерсон. Хорошо, хорошо. Очень-очень жаль. Это Эммерсон. Рад заметить, что в его состоянии наблюдается некоторый прогресс. Он работает над видеоиграми. Полная ерунда, конечно. Я их достану. Но требует отчасти творческого подхода. Что делает Эммерсона восприимчивым к моим методам лечения. Без шуток. Слышь, можешь его вырубить просто. А это кто? Док. Док. Понятно. Что ж, вы наверняка заметили у себя печатную машину. Она была частью вашей терапии. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Стой. Добро пожаловать. Спасибо. Ревматизм меня добьет. Близится буря. О, какая буря. Надеюсь, она сотрет это место с лица земли. А эти двое – братья Андерсены Один и Тор. В 70-х, 80-х годах у них была, как бы это выразиться, группа в стиле хэви-метал. Называлась «Старые боги Асгарда». Они даже взяли новые имена, чтобы соответствовать сценическим образом богов-викингов. После распада группы они жили на ферме неподалеку. У них поздняя стадия деменции. За ними хорошо ухаживают, окружают вниманием и заботой. А большего тут и не сделать. Боюсь, рок-н-ролльный образ оставил неизгладимый отпечаток. О, так не пойдет. Извиняюсь, Алан, но придется пока прерваться. Питание барахлит. Я пойду проверю. Мы вскоре продолжим. Между тем, когда будете в силах, вернитесь к себе и попробуйте поработать. Так будет лучше всего. Согласна. Хотел бы я раздолбать ему башку молотом. А, он рад бы выведать наши тайны, но не знает, как подступиться. Он недостаточно чокнутый. Не такой чокнутый, как мы, сынок. Ага! Быть чокнутым — это обязательное условие, сынок. Кто еще может понять такой безумный мир, как этот? Чтобы распознать безумие, надо самому свихнуться. Это самое адекватное, что я слышал. Разумное. А ты ничего, парень. Он ничего, правда, бро? Надо ему на ферму сходить. Мы все записали, чтобы не забыть. Ускоренный курс по вправлению мозгов. Тебе надо найти послание. Держи, сынок, это тебе. Хлопотная штука. Но я ее так и спрятал от этих мерзавцев. Потому что ты призываешь Биверлс, и мы с тобой улетим. Так, F5, помощник и рукопись. И то есть, что это нам дает? Куда разумнее. Муж забрать его Мьёльнир и доктора Мэкнуть. Да, хорошо, что... Погоди, это подруга Таталя-ля. Ну что ж, он босс. Слышь, она... Спой мне, пожалуйста, не стесняйся. Да заткнись, пожрал в устах. И не хочу исчезать. Ладно, давай. Я побежал. Почему бы вам не сделать приятное доктору Хартману и не взяться за работу, а? Печатная машинка у вас в комнате. А, ты в этом смысле? По этой лестнице вы попадете в комнату Вейк. Ты в этом смысле? Я думал, там приятное сделать. Надо уже доктору. Что-то не так. Я сам не свой. Трудно думать. Как будто тень внутри головы. Я сосредоточен только на письме. Все остальное размыто. Я в ловушке этого дома уже несколько дней. Но там снаружи всегда темно. Мой редактор Риален. Я видел ее снова. Она не человек. Оно не человек. Темная сущность просто надела лицо старой женщины. Всю ее обтекали тени. И в груди ее была дыра в месте, где должно было быть сердце. Думаю, я совершил ужасную ошибку. И думаю, я даже не приблизился к спасению Элис. Она обманула меня. Использовала меня для написания желанной ей истории. А история станет явью. Ничего не понимаю. Честно, у нас реально крыша поехала? Или все-таки доктор нам врет? Так, он сказал, эта лестница поможет нам подняться в нашу комнату. А где наша комната? А, вот, наверное. Ладно, давайте опечатать. Белый лист ослепительной вспышкой обжег мне глаза. Руки безудержно затряслись. Эй, Вейк, будь здесь. Я гляну, что там творится, а ты просто занимайся своим делом. Не буянь, лады? Я не знал, из-за чего весь этот хаос. Но это был мой единственный шанс убраться отсюда. Так, узнать причину шума. Так, а днем нашел на первом этаже, да? Так, иди в кабинет Хартмана. Отпереть замок, а я не помню, где его кабинет, если честно. Может здесь где-то? Нет, мы здесь рисуем. Ну, точнее, психия здесь рисует. Судя по отметкам на пленках, это были записи сеансов Хартмана с пациентами. На одной из них я заметил, имя Элис, роднее издушится. У меня перехватил дыхание. Он все время злится. Начинает распускать руки. Речь про вас. Нет, не сам. Так, кабинет Хартмана. Давай. Слышишь? Я же заслужу твою жарлатанскую задницу к чертям. Давай. Барри? Выходи. О, Барри, здорово. Барри? Мужик, как я рад тебя видеть. Нам нужно попасть в офис Хартмана. Буквально следующие две. Это же страницы, что были при мне. И новые. Алан, прошу, вы снова срываетесь. Соврешь еще раз, и я выстрелю тебе в лицо. Ну что ж, попытаться стоило. Ладно, Вейк, давай. Поработаем вместе. Ты даже не представляешь... Хартман, заткнись. Барри, давай наружу. Я догоню. Иди за машиной. Слушай, Алл. Иди! Вейк, послушай меня. Это ошибка. Ты не видишь? Вместе мы сможем создать нечто невообразимо потрясающее. С твоим талантом и моим. Ага, все-таки мы не психи, да? Правильно я понимаю? Все. Выходи. Я должен найти выход. Давай. Куда? Ептвое. Не сюда. Ну, наверное, аж отпереть замок. Давай, 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 давай. Быстрее, пожалуйста. Честно, я не помню, где тут выход должен быть. По-моему, вот здесь он был. Лятый, крыса. Мне нужен был свет, чтобы убрать с пути книжные полки. Блин, я еще головой ударился. А, свет, типа, мне фонарик нужен. Ага, вот вижу. Вижу, вижу, вижу. Давай. Таебя, она сейчас там подушка нападет быстрее. Все, шикарно. Ага, сфокусироваться надо было на чем-то. Ну, ладно, я думаю, пока у нас есть свет, мы можем вниз бежать, да? Да. Тихо, 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 тихо. Тихонечко, пожалуйста. Еб твою. Так, Алан, 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 Алан. Думай, голова, думай. Наверное, вот так, да? Да. Все, шикарно. Отлично, отлично. Забрать рукопись и бежать. Блин, какое-то неудобное управление, если вы только знали. Так, тут заперто. А, а я могу открыть? Не могу, да? И куда дальше? Не, ничего не работает. Во, шикарно. Так, шарик, шарик, уходи. Возможно, здесь надо будет подождать. Все? Дебила кусок, все, мы уходим. Давай, пожалуйста. Нет, только в шарик меня не попади. Давай, 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 откройся. Открылся, проверяй. Блин, мне нужно было, наверное, не тратить фальшфер. Но что мне еще сделать? По-другому никак. По-другому никак, ребят. У меня просто нету фонарика. Я, наверное, либо не взял его, либо по сюжету он нам тут не нужен. Интересно, а он может сюда проникнуть? Ку-ку. Дон, дисталя, библиотека. Ёп. Ой, ёп. Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Ну, ты ж мне здесь не можешь навредить. Вот я уверен. Давай. Давай, по одному. Всё, уходим. Налево не могу. Заперто, да? А, мне надо увернуться. Я понял. Оно сейчас пойдет, и мне надо будет увернуться. Всё, ребят, проверяй. Смотри. Три. Два. И. Увернуться. Во. Всё. Правильно. Ёп твоё. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Уйди. Иду, иду. Иду, иду пухляш. Ой, прости. Я случайно. Я нашёл машину, но ворота не открыть. Ты должен пройти через садовый лабиринт, вон там. Дай фонарик. У меня нет света. Возьми это, Ал. Давай. Отлично. Посмотри на дом, Ал. Бегись. Берегусь. Ага. То есть, надо будет сейчас... Ой. Вот эта штука, да? Вот так делать. Ну, я так понимаю, что нет смысла куда-то бежать, пока мы не уничтожим, да? Всё. Или есть. Так, ладно, давай попробуем. Всё, 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 всё исчезнет. Шекарно. Да, еду ты, не спеши. Ты где вообще? Так, погоди, да я. Восстановлю себе здоровье. И побежали. Ага, лабиринт. Блин, а я не любил лабиринты. Так, как я вечно в них... Вечно в них застрою надолго. Я слышу, как злые твари бродят вокруг! Поспешишь, люди насмешишь. Всё, здорово. Как раз, два. Хорошо. Отлично. Я просто знаю, что два раза налево, один раз направо, да? Когда вы заблудились. Блин, это в пещерах только. Работает такая система. Так, рукопись. Лучше по РПГ мне дали, чем рукопись. Да. Понял. А нам куда? Куда нам идти? Ёб твою... Стой, 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 стой. Стой. Не-не-не-не, отстань, пожалуйста. Отстань, пожалуйста. У-у-у-у, хорошо. Так, это рукопись, побежали. 16 патрушков. Если такими темпами всё пойдёт, мы... Мы с вами не пройдём этот лабиринт. Можете смотреть телевизор, если не будете ссориться из-за каналов. Да, можем смотреть? Спасибо. Мы его выключим. Нам тут скандалов не нужно. Они расстраивают пациентов. Так, телевизор я люблю смотреть. Хотя, после раз я смотрел телевизор. Лет 15 назад. Потом весь день будешь тихим и послушным. О, здорово. Ага, это доктор, да? Так, отлично. Всё, и ещё парочку. Ептую. Так, ребят, а вы не хотите немножечко... Не трогать меня? Нет, у вас такого желания. Нет такого желания не трогать меня, не? Так, ну всё. Вроде с доктором справились. Наверное, осталось только... С этими ещё, падлами, разобраться. Или не, или надо убегать просто? Не, я думаю, нужно разобраться. Потому что они нам не дадут тут... Спокойной жизни. Так, ага, у меня тут чисто пистолет. Ну всё, мы справились. Куда дальше? Так, термос, шубчайку, да? Выпить, погодите, дайте крыльцев прийти в себя и понять... Куда дальше двигать? Ну тут тупик, я понял. Может налево? Не, отсюда мы пришли. Стой. Дай сообразить. Если мы сюда и пройдём, то мы просто упадём, да? Блин, походу, ребят, мы возвращаемся назад. Насколько я понял, либо нет. Или мы всё правильно делаем? Так, что в этом домике? О, дробовик. Хорошо. Дробовик, это хорошо. Но он двухзарядный. Не, это плохо. Понравильно, это плохо. Еб твоё. Клятый. Крыса. Стой, 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 стой. Ага. Так, и тебе, на... И твоего рациона. Блин, у нас же был классный дробовик. Шести, либо восьмизарядный, я уже не помню. Зачем его забирать, а? Ну вот зачем так делать? Во, фальшфейер, отлично. Значит, впереди ещё какой-то босс будет. Насколько я понял. Потому что просто так мне ничего тут не дают. Ага. Я же говорил. Во. Так, бросить. Тихо-тихо, беги-беги-беги, пожалуйста. Всё, чук-череки в домике. Всё, а кто обзывается, то так и нас сам наизывается. Понятно? Куда нам дальше? Ага, понял. Наверное, налево. Так что, по поводу дробовика, две штуки осталось. Ёб твоё. Испугали дядю. Фу такими быть. Реально, фу такими быть нельзя. А, вот, по-моему, вот этот дробовик, который мне нравится, да? А нет, это не то вообще. Ладно, давай поменяем. Мало ли, может, понравится налево-направо. Ага, вот сюда нам. Во, бегем. Дверь открой сюда. Ты сможешь открыть ворота. Ну, может быть. Барри. Что значит, может быть? А, ну я, можешь заходить на калитку, когда тени появились, а ключ из замка просто выпал, и... Угу, понятно. Я найду и не беспокойся об этом. Да я-то не беспокоюсь. Просто на нас, да. Сейчас будет все, кому не лень нападать, ребят, смотри. Сейчас тупо все, кому не лень будут на нас нападать. Лятый крыса в спину, да? Угу. Он должен быть здесь, ты держись, ал! Да я держусь. Держусь как могу. Теперь так нашел. Еб твою. Ты издеваясь, а ты шутишь так? Ты так шутишь? А, я поменял ствол, да, или шо? А нет. Еб твою. Понял, 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 понял. Короче, делаем вот так вот. Делаем вот так вот и засвечиваем их всех по возможности. Алло, че так больно, алло. Да я б с радостью, но ты же видишь, какая херня происходит. Так, вот хватит так шутить, хорошо. Ладно, тогда на месте не стоим, ребят. Все равно пока есть мы всех таких не перебьем, мы никуда тут не денемся. Так. Хорошо. Так, бросаем. Бросаем, бросаем. Тихонечко. А можно перезаряжаться? Можно, пожалуйста, перезаряжаться? Еб твою. Я нашел его, я нашел его. Молодец. Стой. Отстаньте, пожалуйста, от меня. Отстаньте, пожалуйста, от меня. Вовремя. Естественно, вовремя ты это сделал. Ага. Ну? Все, открыл? Блядь. Беги. Да бегу. Алл, прошу, скажи, что мы едем к знаку. Вы покидайте Прайд Фолс, ждем вас снова. Мы едем на ферму Андерсонов. Я знал, что ты скажешь что-то типа этого. Знаешь что, ты со мной век за это не расплатишься. Когда все закончится, если мы сдюжим, мне плевать, что скажут другие, я в темноте не останусь. Ты мне купишь солярий в подарок, и я буду жить там. Я спятил, но это к лучшему, Барри. Вот здесь ты прав, Алл. У тебя крышняк укукнулся? Ты так сошел в безумие, что... Возможно, когда имеешь дело с такой безумной хренотенью, по-другому и нельзя. Это помогает. Это все на самом деле, Барри. Элис, никто не похищал Элис. Она в плену тьмы на дне озера. Но она не мертва. Алл, откуда ты знаешь? Я знаю, Барри. Алл, я... Нет, послушай, я могу ее вернуть, найти ее. В озере есть что-то особенное. Оно как-то влияет на местные произведения искусства. Воплощает их в жизнь. Но есть подвох. Темная сущность, чем бы она ни была, все обращает к своей выгоде. Поэтому все происходит. Она использует мою рукопись, чтобы овладеть реальностью. Алл, я верю тебе. Как было с Томасом Зейном. Как было с Андерсеном. Я верю тебе, с кукухой лепестой не бредишь. Странное дерьмо творится. Это факт. Я с тобой, друг. Я с тобой. Андерсены все знали, но плохо соображали из-за лекарств и не смогли ничего рассказать. Но они все записали. Где-то на ферме не оставили сообщения. Нужно просто найти... Вот напишите в комментариях, вы серьезно думали, что мы просто так доедем при аварии. О баре нигде не было видно. Баре! Баре! Так я знал, что что-то произойдет. Боже, как я рад слышать твой голос. Ты пытался выбраться из машины, но земля ушла из-под ног. Чувак, ну и опал! Не волнуйся, твой хардпостер в порядке. Забудь о нем. Ты цел? Я упал на какие-то кусты, так что не царапинки. Но забраться я здесь не смогу. Стена почти отвесная. Так, может, я спущусь? Сюда что-то спускается. Может, ты меня словишь? Это одержимый! Используй сигналку, Баре! Баре! Ты как? Я в порядке! Я в порядке! Я крут! Думаю, раньше они никогда не получили взмучку от Нью-Йоркца, а? Да, ты красавчик. Тебе нужно найти другую дорогу на ферму, Ал! Я буду ждать! Так, но судя по тому, это нам в тот дом, да? Я здесь не останусь! Это самоубийство! Я пойду к ферме! Я пойду вперед и... Проверь периметр! А ты догоняй! Не волнуйся обо мне! Ведь я война! Тоже не Рэмбо! Слышь, Рэмбо! Может, ты меня полным кошмаром, если я не догоняю байку! Просто словишь! Ты же как батут! Просто ляжешь, я на тебя упаду! Ну что, серьезно? Мы тут бы не могли спуститься с вами? Будь это в реальной жизни! Но вроде недалеко! Ладно, побежали! И что ты мне предлагаешь? У меня оружия нету вообще! Так, давай наверх сходим, посмотрим! Навряд ли, конечно! Ага, вот что-то я вижу! Ага, бочка! Бочка, бочка, бочка! Бочка, бочка, бочка! М, бочка, бочка, бочка! Я больше вовсе не медведь! Так, давай, бочка! Главное, чтоб оно не потухло сейчас! Лятая крыса! Так, а куда мне надо? Ага, там какая-то рукописи вижу! Может, тут и ствол лежит? Хотя, не, навряд ли! Блин, Алан, с такой дыхалкой мы с тобой далеко не уйдем! Прямо как я, когда на второй этаж Подымая, задыхаясь Такое чувство, как будто я на Эверест поднялся! Ну ладно, мне можно! Ну а ты Еб твоё Всё, просто уходим! Я не знаю куда, но просто давай уходим Вниз, вверх Налево, направо Я просто сейчас прыгну и всё Достали Ага Ага А вы что думали? В сказку попали Блин, это ещё музыка напрягающая такая А перепрыгни, пожалуйста, спасибо Всё просто, просто беги Всё, Алан, просто беги Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Ну, уклони Давай, уклоняйся Пожалуйста, просто уклоняйся Ага Так Может сюда? Чтобы их устранить и пройти дальше, мне нужен был свет Свет в далёком окне на снимании по ночам, да? Или там свет далёких планет Кто помнит эту песню, она напиши Так, эмм, вот Да, по-моему, свет далёких планет Ёб твою Так, Барри И шо делать? Ага, использовать Так, повернуть Стой, 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 стой Во Отлично, мы с вами справились Да, молодец Взвижение в лесу Алан, молодец Встречаться безоружным с такими врагами было опасно Но у меня не оставалось выбора Так, не доверяй Никому во тьме Ага, наверное, это намёк на то, что Нам придётся с женой, да, сражаться потом Лет, и она Наперёд забегая Или не Эмм Ты шо, издеваешься? Шо мне с вами делать? С вами делать, скажи, пожалуйста Падла Падла, падла Да отстань, пожалуйста, дядя Алан, беги Беги, дядя Ди Не трогайте дядю, пожалуйста Шо мне с ними делать? Вот скажи мне, пожалуйста Ага, на По затылку Чисто по затылку Все, отстаньте, отстаньте Все, хорошо Восстанавливаем энергию Давайте немножко отдохнем И пошлите дальше А точнее, побежали Машина выехала с фермы Прямо в том же направлении Куда следовал я Как мне показалось Это был Барри Как всегда Семь раз отрезал Прежде чем отмерить Так, если он нашёл тачку Почему Он за нами не заехал А, вот этот Огромный фонарик, да? А можно мне? Можно мне его поменять, пожалуйста? Спасибо Так, да Это большой фонарик А здесь, по идее, где-то Должен быть пехоль Если не ошибаюсь Или его здесь нет? Нет Только термос К сожалению Только термос Ну И то Спасибо за Шесть батареек Машина неслась к дому впереди Уже недалеко Если это был Барри Скоро я увижу погром Жалко, что это не Барри Ален Мы бы туда за секунду добрались Боем Так Дальше Хорошо Пропусти, пожалуйста Так, пока, наверное Я стараюсь доставить каждую страницу В нужное время и нужное место Я хочу показать тебе, как развиваются события Да, давай Я видел эти отблески света и раньше Я видел их во сне Это Так, сейчас, ребят Погоди Темная сущность на свободе А что он нам дал Давай послушаем Темная сущность следовала схеме Которая была расписана в рукописи Становясь все сильнее Ужасной бурей перемещаясь От одной сцены разрушения к другой Однако она по-прежнему вынуждена была придерживаться сюжета И была прикована к тому темному месту Из которого явилась В финале темная сущность наконец обретала свободу Угу И что-то нам дает Страна То ли космонавт То ли ныряльщик в громоздком костюме Тот, кто разбрасывал страницы на моем пути Так, но это не страницы Это капканы Так что Не попадись в них Когда будешь убегать А во-вторых Зачем мне дали Пальшферы Это типа тут намекает Что мы сейчас будем убегать от кого-то О, домик, свет Все, бегим Ничего не знаю Пожалуйста Зажги свет Раз Раз Два И еще разочек Отлично Так, дробовик Возьми пожалуйста дробовик Бронил оружие Теперь у меня был шанс пробиться к ферме Ну да, согласен Так, одержимый Пере 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 Отчета Пере Пере Ну и в принципе с ним Согласен Можно было четче написать ферма ладно идем по капканам дробовик это отлично я не спорю это лучше чем в принципе вообще ничего но у нас был 6 зарядный почему он не мог этот дробовик оставить она чтоб со спины сейчас никто на меня не напал так хорошо перезарядка на побочине все шикарным да 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 вы выше не могли да просто посидеть дома обязательно на нападать надо так с этим разобраться а с этого просто посвятить и шикарно нужно делать один выстрел один корица 1 минус ну судя по потрошкам нарна еще человек 8 будет а так свет все бегем тихо 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 и капкан не в капкан просто бегем лят и крыса я заметил ту машину но не было ни следа водителя так кто здесь есть кто батарейки нибудь есть баре блин походу баре там кусь делают ты где придурок блин куда-то побежал я вас знаю вы были в тюрьме на днях я ходил на ферму за самогоном понимаешь понимаю от него прозреваешь в дурке он им все равно не нужен но мой приятель да не я его потерял с ним что-то неладное это уже не он хреново продолжение реально хорошего фильма лучший друг героя внезапно оказывается плохим парнем кто вообще написал это дерьмо как бы я а ты даже не услышал да ответ ну ладно вот не понимаю людей которые задают вопросы и не хотят услышать ответов у себя в голове я прорабатывал всевозможные пути побега если продолжу то что от меня хочет темная сущность написанная мною история не спасет элис это роман ужасов и она придет убить ее меня да и всех в этом городе никто не выживет тьма поглотит все вот что оно так долго ждало оно будет свободным неостановимым она использовала элис чтобы добраться до меня дразнила ее спасением лишь бы я продолжал она никогда бы не отпустила ее я изменю это я сбегу я вписал самого себя в историю и я теперь протагонист звучит как ужасный риск но это единственный путь спасти элис я буду связан со всеми событиями истории также как и все кто вплетен сюжет чтобы это сработало история должна оставаться правдивой должны быть случайные жертвы неожиданное окончание глав в романе ужасов нельзя быть уверенным что герой преуспеет или уцелеет он практически должен умереть после всего я напишу свой побег но нужна помощь зэйн будет одним из тех кто поможет мне я иду устрою блин элис бежала с муравейника я прошла сейчас резидент и было так что я думаю или справится тем более в конце она выжила по моему я за фильм говорю с дев твоего но ты не хочешь закончится спасибо кстати как вам последняя часть резидента и было с этим смело и ович фильм ферма все еще была на приличном расстоянии отсюда мне нужна была машина чтобы добраться быстрее да давай поехали здесь не был то вероятно он попал в беду на ферме на миг мне стало плохо от того что я усомнился в нем все таки я же как-то справлялся но баре это баре ну да согласен а нам куда я таки извиняюсь направо налево вверх стоять увидели стой там что-то было стрелочка сюда сейчас баре буквально две секунды здесь по моему у нас будет что-то ждать да а это плюшечка пишу я сразу до пришел ложечки пожалуйста спустись спасибо а вот иди ожирил нас что-то здесь ждет светошумовая да есть отлично спинальным боссом можно будет светошумовой справиться тир садимся в джипа наверно вот этот джип садим она как-то побыстрее вроде бы если не ошибаюсь поехали так но компас мне показать что мне сюда нужно так что поехали в эту сторону компас он у меня сверху с лера слева видите эти кружочек и желтый кружок показывает куда ехать по моему ефтвоем а так до побочине минус 1 минус 2 минус 3 так ну тут закрыта хорошо поехали по полю я понял мы дальше дальше не пройдем нам дальше пешком идти да правильно понял а ну или протиснемся или протиснемся не ребят не протиснемся для на дядю хотел с топориком да напасть получай зараза так давай наверно так сделаем папа насветила нам она не даже светить не будет ладно побежали нам пешочком идти нужно машина дальше не проедет да 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 трактор по-любому так и сюда где-то там запрятался нет там падла запрятался а вот еще один так сейчас ребят секундочку 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 помежали судя по всему наверно вот сюда да и вниз ну я на это надеюсь что хотя нет это не этот дом нам сюда о сигнальной ракеты но я так понимаю мы запускать их будем да да наверно наверно здесь будет финальный босс звездами но я не особо верил в это пока не увидел сцену мне кажется что здесь сейчас будет финальная схватка с боссом а не идут и слишком много все вы тюрьки я так рад что вы решили пойти в одиночку оборонять сцену хорошо такая надеюсь эта песня без авторских прав видел давай давай включай давай вот сюда так ты кто о так дай дай заменить дробовик а вот и мой дробовик любимый а вот и любимый мой дробовик отлично так меня больше смущает не зомбаки вот эти вот а если вот этой песни авторские провали следа youtube пожалуйста не обижайся на меня моешь не виноват серьезно вот это я понимаю это хорошо так а дай фонарик че-то дай батарейки дай пожалуйста батареечки так дай 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 да отлично так ах ты для ты падла отлично давай бум светошумовая пошла вот это фонарь вот это я понимаю можно в дом было сразу такой дать но ребят скажите нам бы сначала такой бы фонарик было вообще-то идеально так что это сделал кто это сделал скажи пожалуйста я тебя не слышу из-за музыки бум она как-то сложно раскладываются когда на тебя зомбаки бегут со всех сторон хотя даже нечем отбиваться так а у нас больше нету да ничего так хорошо давай сменять батарейку хорошо так отлично шикарно сколько у вас еще здесь я по ходу до финальная так понимаю бум big bada boom 8 контролла всей америки так побежали отсюда побежали отсюда можно до конца игры мне это ружье ставить блин зря наверно это те все фальшферы потратил надо было фонариком наверно пользоваться ну ладно постараемся справиться тем более мы теперь уже не одни два фонарика лучше это чем ни одного так нам наверх вернусь за ним когда мы зачистим местность замы мажь вверх спокойствую за все это время так катись нужно теперь аккуратными быть и а по перепрыгнул отлично вниз запрыгнул кажется алан уэйку есть что сказать о чем ты ал у я алан уэйк я всегда во всем про а если все происходит не по моему я буду дуться целый день я напряженный и угрюмый это делает мне привлекательным загадочным прямо сейчас я просто стою здесь потому что мне нужен лучший друг варри чтобы нести меня но все хорошо я принимаю его как должное а я увидел что ты там делал и вышло неплохо хочешь услышать пародию на баре уэлера нет только не говоришь мне нужно быть на лодке сейчас плыть почему я не слышал так понятно помню помню так даю вода еще на нас тут будет нападать до так бежим 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 дракар выглядел внушительно и больше был похож на таран только сработает я прошу чем мы выбрались отсюда отлично после продолжая еще надо ага бонжор да баба боченья епту я она же успевая брать страницу рукописи вот это фонарик не нравится честно скажу вот это хорошо то туда если меня еще патроны были бесконечные вообще было шикарно так куда ты побежал думаешь раз по моему надо сначала с этим справиться или нет или не надо а ты где ты куда бежал баре где в твою блять а у меня ничего нету они есть есть фальшфер да так погоди 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 походу вряд лица тут заново начинай да насколько я понял так заряжай 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 так то наверное пистолет пригодится больше он немножко поскорострельнее будет немножко поскорострельнее это будет помойка хорошо хорошо сейчас погоди две секунды сейчас за перезаряжусь справились вроде так вроде музыка закончилась вроде справились давай побежали сейчас сейчас вот так вот все убедим только . больше разобрать все шикарно слыша как ты туда попала и почему почему на меня они нападают на тебя нет на баре маш реально это флэш с планеты там 632 заходя сфокусироваться шока нам даст эти чудные старикашки времени зря не теряли а ты знаешь что а если мы останемся живы я буду их представлять ну будем продавать продукцию посетить я должен был найти другой путь найти другой путь а я пока посмотрю что тут есть каким образом но на раш как тоже зажечь нужно вот эту штуку или нет посмотри когда сфокусировался она туда показала а вот наверх может реально но будет как-то поджечь да мы второе имя осторожность стуча так погоди а наверх еще выше так и знал что таки будет реально давно не нападали так наверх сейчас по-любому еще кто-то будет ну по байке нам не страшны а вот так сейчас для секунды все полезли так вот еще один такой фонарик взять мощный фонарик а у нас не мощный так взять ладно допустим как известно постоянным слушателям я частенько засиживаю за полночь но оказывается не только я один помощники шерифа малекан и торнтон выкрыли пару минут чтобы принять участие в моей передаче ну что парни дел по горло на носу день оленя наверняка скучать не приходится блин честно я буду слушал бы но нужно и тем тихо что светилась взять лить его батарейки понял я мог видеть здание на другом конце поля которое было домом андерсонов недалеко мне не нужно баре освободить страдающим прогрессивным гериатрическим синдромом они были в теме интересно мне нужно не нужно баре освободить не или он так справится ладно идем сами значит это что такое издеваетесь божечки ёб твою теперь понятно зачем нам мощный фонарик чтобы от этой штуки до избавиться хорошо но я так понимаю часто тоже будет типы так отлично ну уж не должны подходить у меня ж мощный фонарик или нет или нет или не мощный ну все вам они таланты пожалуйста я тебя прошу сейчас ребят две секунды секунду секунду а вот иди здорово иди 100 давай поговорим как тебе нравится все я могу зайти сюда либо не могу ну пожалуйста ну открой дверку то и не так делаю нет 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 тоже нет погоди ага все понял нужно наверно баре освободить до для начала а потом уже идти туда так давай откроем пополним запасы нет но перепрыгнуть я не могу на крайняк здесь проход должен быть да вот лестница но я знаю сейчас прыгну сейчас начнется счет мне кажется ну там взять ключик хорошо тут закрыто а ключик у нас от чего а вот да 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 это я не переживай пошли даже сказал бы побежали все открывай дверку а перевели сбы мы не смогли да через них ну да конечно тогда мы должны чувствовать себя как дома побежали давай толкнуть ну давай давай еще одни ворота побежали стой все заходим света нет предохранители нужно проверить только не решу это еще не финал куда идти найти предохранителя ты знаешь где они находятся вообще в таких домах если честно и без понятия а ты хочешь сюда пройти да ну давай так внизу электричество не было но я был уверен что исправлю это с помощью предохранителей с помощью предохранителей я где они но навряд ли они наверху будут быть так взять ты взял с кофем да тогда и пройти пожалуйста одну баре баре алина давай так тут гитара это никто надо я не думаю что персонал особо следит за ними закрыт там где предохранители свет включить а вот они нормально все наконец-то так а можно только без музыки пожалуйста слышал это да слышал конечно нам нужно выяснить откуда идет музыка об этом послании говорили андерсоны вот истинная причина зачем мы здесь тела света это может быть ну как ее там сумасшедшая женщина с фонарем из города а это бабулька да получается которая была в самом начале ландые Нужно найти Синтию Уивер. Переждём ночь здесь, а с рассветом вернёмся в город. Эй, Алл, полно времени до рассвета. Надо бы немного отдохнуть. А отдохнуть всё равно напиться. Да ладно, Барри, это... А, кто? Уезжай, да чё ты? Серьёзно, потому что я знаю, ничего не ладится, но мы должны найти её, да? И хоть ты чёрнутый засранец, но я поддержу тебя, не смотри ни на что, всегда, ведь ты мне как брат. Я писатель, чёрт подери. Верно. Если бы я захотел, я бы писал десяток книг в год. И это были бы лучшие книги года. Нет, не смог бы. Точно, не смог. Но мог, потому что я писатель. Что... Что они положили в это что? Чувствую, как мой мозг вытекает через нос. Я получу рецепт у этих дедов и стану а... 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 ах-то миллионером. Я скучаю, Барри. Я просто хочу, чтобы она была со мной. Я знаю, я знаю. Всё будет хорошо. Мы всё сделаем. Всё будет же разбиваться. Если мне loh pальный мир, посмотрите. это еще не все да куда нам добраться до дома давай это была правда подавленная память извлеченная самогоном андерсонов я находился около дома как бестелесный наблюдатель то была ночь когда мы селис прибыли в bright falls ночь когда элис исчезла мне предоставился шанс понять что же произошло я вспомнил что удивился увидев что в доме темно элис никогда бы не выключила свет не прыгать я вспомнил кое-что еще я заметил мельком ее силуэт подводной гладью тонущий в глубинах тьмы погружение за элис было последним но смутным воспоминанием о той ночи после этого первое что я смог вспомнить как я проснулся за рулем разбитой машины и нашел первую страницу рукописи за грани утерянного воспоминания ничего не было я должен был следовать по следам своего прошлого чтобы понять что случилось той ночью я не мог найти ее в черной толще воды я подумал что она утонула как он мог ее не найти если джаггер схватила хотя если там течение большое туда если огромное течение ты ее там не найдешь ее уже понесло и я был легкой добычей посмотрите на дом там есть кто-то в окне на какой дом может она вовсе нет она может она внутри означено прячется до чисто решила нас развести так пранкануть пранк какашки сущность коснулась меня она запустила свои когти в мой мозг и использовала меня сделав своей марионеткой так что она скажет она должна быть где-то здесь может наверху в кабинете вы сможете извиниться вместе посмеетесь над своими страхами здесь слышь старой делись гибель жены на вашей совести вы душегуб она лишь хотела помочь вам справиться с кризисом вы убили о тише надежда есть озеро колдран особое место здесь в вашей власти все исправить она хотела чтобы вы писали я скажу что делать то есть можем еще одна писать что она живая обратная история станет явью и все снова будет хорошо давай пиши что все хорошо она схватила элис и рукопись была выкупом за нее да хорошо я исправлю я верну ее я написал и я все вспомнил сутками я писал в темноте я почти закончил рукопись под названием погружения джаггер была моим редактором и нашептывала что писать чтобы по ходу действия она становилась все сильнее я думал что спасаю элисы хотя тьма и опутала меня своими сетями я сохранил долю рассудка и догадался сочинить свой побег я приказал свету наполнить дом и освободить меня прежде чем я напишу окончание в котором тьма поглотит все вокруг за им находился далеко и был слаб но я вписал его в эту историю и его света хватило чтобы освободить сейчас ее тут нет я здесь потому что так было написано я принес свет чтобы освободить тебя поспеши она поймет что я здесь она скоро вернется давным-давно она украла облик моей барбары когда я очнулся в голове царили тьма и страх оставалось только бежать неделя проведенная в доме брала свое я едва держался на ногах и легко терял сознание зэйн заплатил страшную цену его швырнуло еще глубже в плен тьмы но он сумел ослабить темную сущность сумел защитить меня той ночи моих рук дело моя вина вот именно джеймс джойс это ты виноват и ты за все ответить и